Здравствуйте, дорогие детки и взрослые! Сегодня мы с вами почитаем удивительную книжку знаменитого американского детского писателя и художника Эрика Карла. Очень голодная гусеница. Как вы, наверное, уже догадались, тексты иллюстрации Эрика Карла. Перевод Яна Шапиру. Издательство Розовый жираф. Сказка начинается. Слушайте внимательно. На зелёном листке в лунном свете лежало крошечное яйцо. Вот оно. В воскресенье утром пригрело солнышко и из яйца появилась гусеница. Очень маленькая и очень голодная. Что бы такого съесть, подумала она. В понедельник она насквозь прогрызла одно очень большое яблоко, но не наелась. Во вторник она прогрызла две груши, но опять не наелась. В среду она прогрызла целых три сливы и всё равно не наелась. В четверг ей удалось прогрызть четыре спелых ягоды клубники, но и этого оказалось мало. В пятницу ей досталось пять апельсинов, но ей всё равно, всё равно очень хотелось есть. И вот в субботу она прогрызла пирожное, мороженое, солёный огурчик, ломтик сыра с дырками, кусочек колбаски, леденец, кусок вишнёвого пирога, сардельку, кекс и ломоть арбуза в придачу. И вечером, конечно, у неё разболелся живот. Ой! Наутро снова было воскресенье. Гусеница прогрызла сочный зелёный листочек. И ей, наконец, стало легче. Теперь это уже была не крошка гусеница и не голодная гусеница. Это была огромная, толстая, сытая гусеница. Огромная гусеница сплела вокруг себя домик кокон и просидела в нём две недели. А потом прогрызла в коконе дырку, протиснулась наружу и оказалась чудесной разноцветной бабочкой. Вот такое удивительное превращение произошло с маленькой гусеницей. Тут и сказке конец. А кто слушал, молодец! До новых встреч, ребята! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok